Министерство здравоохранения Виктор, ну давайте из вводных. Что такое штамм коронавируса омикрон? Что уже известно на сегодняшний день? На сегодняшний день известно, что мутация, которая происходит, она подобная тем мутациям, которые происходили раньше. К сожалению, географические особенности, а также перемещение населения, перемещение носителей вируса, они приводят к тому, что происходит смешивание и так называемые шифты вирусные, которые приводят к изменению его генетической структуры. Больше всего вызывает обеспокоенность то, что наша иммунная система, даже у тех людей, которые вакцинированы ранее, к сожалению, она не может правильно идентифицировать этот вирус и его сразу же уничтожать в внутренней среде организма. Простыми словами, те люди, которые вакцинированы, они имеют небольшую фору перед теми людьми, которые не вакцинированы, но, к сожалению, мутации вируса приводят к тому, что наша иммунная система остается слепа по отношению к ним. По клиническим особенностям пока что данных очень мало. Из того, что известно, мы также видим, что вирус поражает гастроинтестинальный тракт, то есть это симптомы, которые похожи на отравление, симптомы с диарейным синдромом, то есть с нарушением перистальтики кишечника. Вот это дебют клиники. У деток вирус практически бессимптомно вызывает высокую температуру лихорадочного порядка, то есть более 39-40, и которая очень резистентна к обычным препаратам, которые мы применяем при снижении температуры. То есть, грубо говоря, родители могут заподозрить неладное, если у ребенка температура раньше хорошо сбивалась, а сейчас, например, ее привести в норму очень трудно, например, препаратами ибупрофена, парацетамола, которые использовались раньше. Также есть опасность для организованных коллективов, потому что эпидемиологи говорят о том, что репродуктивное число вируса омикрон, оно, к сожалению, растет. Простыми словами, это означает, что один пациент, опять-таки, сможет заражать намного больше, чем заражали предыдущими штабами. Спасибо за уточнение. Виктор, тогда следующий вопрос. Вакцинация, по факту, если вы говорите, что она немножко уже помогает. Можно ли предугадать или уже спрогнозировать наперед, что нам нужна будет более мощная вакцина, потому что, насколько я понимаю, этих мутаций еще может быть очень много. И в итоге какой сейчас рецепт для того, чтобы остановить распространение коронавируса? Я не говорю о том, что носить маски, мыть руки, избегать публичных мест и так далее. Какой рецепт? Ждать, пока все переболеют? Нет, ни в коем случае не ждать. Мы должны с вами практические аспекты обсудить, чтобы люди понимали, какой алгоритм. Один, два, три. То есть по степ-бай-степ, шаг за шагом. Простыми словами, я предлагаю пересмотреть наши эфиры предыдущие. И я там неоднократно повторял, что вакцинация, любая вакцинация и любой вакцины, она дает выиграть время для вакцинированного человека. То есть те, кто еще колебаются, не знают, будут водить или нет, я призываю вакцинироваться тем, чем есть возможность, потому что это как минимум вам даст 5 дней форы. Вы на 5 дней раньше начнете бороться с вирусом, чем человек, который не вакцинирован. Это первый аспект. Второй аспект. Есть хорошие новости, которые исходят от разработчиков AstraZeneca, а также Pfizer, которые говорят о том, что вакцина будет поливалентной. То есть в ближайшем времени те вакцины, которые будут поступать на рынок Украины, на европейский рынок, они будут уже содержать элементы тех мутаций, которые уже известны врачами-педиологам на данный момент. Но плохая новость в том, что мутацию никто не остановит, потому что РНК, содержащий вирус, это одна цепь, которая очень легко мутирует. Замена любого компонента РНК приводит к тому, что вирус начинает вести себя по-другому. А для нас это головная боль, потому что врачи теряют информацию о том, как можно лечить, и возникают трудности по применению тех препаратов, которые мы раньше применяли и были спокойны за наших пациентов. Я призываю тех людей, которые принимают решение в Украине, максимально быстро разрешить бустерную вакцинацию. Особенно меня волнуют те люди, которые самые первые вакцинированы вакциной Ковишилд и Астрозенекой, векторной вакциной, потому что они, к сожалению, находятся в большем риску по отношению к тем, кто недавно вакцинировался Модерны или Камернатий-Файзер. Почему я так говорю? Потому что по моему мониторингу и те пациенты, которые обращаются, которые вакцинированы весной и зимой этого года, в начале года, к сожалению, у них защитных антител практически не остается. А также я напоминаю, что векторная вакцина дает эффективно 65-70%, и потому для бустерной вакцинации я категорически требую, чтобы вакцинировались исключительно вакцины на основе платформы МРНК. То есть не подходит Коронавак и не подходит Астрозенека для бустерной вакцинации. Это правило золотое. Мы должны применять вакцину ту, которая эффективно и очень быстро смоделирует иммунную систему таким образом, чтобы она могла распознавать хотя бы какие-то мутации. В свою очередь Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый вариант коронавируса Omicron представляет очень высокий риск для мира и может привести к серьезным последствиям в некоторых регионах. Давайте послушаем. Омикрон имеет беспрецедентное количество мутаций, некоторые из которых несут угрозу, учитывая их потенциальное влияние на траекторию пандемии. Общий риск для мира от нового опасного варианта вируса оценивается как очень высокий. Вот смотрите, учитывая то, что сейчас и вы сказали, и вот заявление Всемирной организации здравоохранения, говорит ли это о том, что в 2022 году мы можем все-таки ожидать уже третью дозу дополнительную? Я бы хотел, чтобы третья доза у нас максимально быстро была разрешена, потому что это один из способов каким-то образом удержать ситуацию под контролем. Также я хочу объяснить зрителям, что этими умными словами Всемирная организация хотела сказать для нас, для простых граждан. Простыми словами это означает, что эпидемический потенциал коронавируса, например, если его сравнивать с вирусом гриппа, он не исчерпаем. То есть, если мы, допустим, вакцинируемся от гриппа и переболеем каким-то видом гриппа, то он для нас не представляет опасности в будущем. То есть, его эпидемический потенциал исчерпан. А вот в коронавирусе все наоборот. Чем дольше мы с ним встречаемся, чем чаще мы встречаемся, чем чаще мы вакцинируемся, к сожалению, это не исчерпывает его эпидемический потенциал. То есть, он остается для нас опасным в связи с тем, что он настолько умело меняет свою структуру, что наша иммунная система не успевает обучаться, как ее распознавать, вот эти мутации. Поэтому нужно быть аккуратным. Я очень прошу не считать себя бессмертными тем, кто вакцинировался. Все-таки призываю вести нормальный образ жизни, следить за своим иммунитетом и стараться все способы профилактики и предупреждения болезни использовать. Потому что жизнь каждого из нас, наших родственников, наших близких, она в руках каждого. И индивидуальная ответственность должна быть максимальной. Спасибо вам большое, Виктор, за эти слова. Спасибо, что каждый раз находите время присоединиться к нашему эфиру и озвучить очень важные месседжи, которые сейчас важны абсолютно для каждого. Я напомню, что с врачом-инфекционистом говорили в эфире телеканала «Дом» и телеканала «Юэй ТВ». Говорили о новом штамме коронавируса – омикрон. Хотите получать больше информации? Тогда подписывайтесь на нашу фейсбук-страничку, ютуб и телеграм-канал «Дом». Там много важной, полезной и эксклюзивной информации для вас. Спасибо за доверие и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин